Добрый день, дорогие друзья, из солнечного города курорта Анапа. Сегодня у нас на обзоре гостевой дом Сорели, который находится в центре курортной жизни Горького 42. Здесь до моря буквально один квартал и выйдем на центральный пляж Анапы. Рядышком находится центральный рынок, автовокзал, все нужные вам кафе, столовые, бары, рестораны. То есть абсолютно все, что вам только надо. В самом здании у нас есть караоке в цокольном этаже. Здесь будут жарить шашлычки, очень классные мужички. Ну а теперь давайте посмотрим, как он выглядит изнутри, где вы сможете отдыхать и проводить свое время, пока отдыхаете от моря. Как я и озвучил, туда находится у нас улица Красноармейская, на которой расположен вот так прямо и центральный рынок. Туда левее автовокзал. Здесь у нас караоке бар в Дудке. Здесь шашлычки, вход в сам гостевой дом. Туда дальше у нас столовая уже открылась и работает Грибинская улица. По ней мы переходим на зону отдыха, центральный пляж, великолепное место, которым уже знают все. Ну а теперь заходим в сам гостевой дом. Перед нами лестница. Добрый день, будем рады вас видеть в нашем гостевом доме Сорели. На рецепшене имеется холодильник с мороженым, напитками. Также вы можете посидеть, поесть в этом месте. И зона ожидания. Здесь удобные диванчики. Если вы будете заезжать не ко времени заселения, допустим, приедете раньше или будете уезжать позже, то после того, как вы сдаете номер, вы сможете бесплатно расположить свои вещи в камере хранения и пойти погулять по городу. Ну, либо здесь провести время. То есть это не за дополнительную оплату, а просто сервис для вас. На этажах имеются гладильные доски с утюгом. Сейчас мы посмотрим номер стандарт. Он находится на первом этаже, номер 102. Здесь размещение на троих человек. Есть одна двуспальная кровать, односпальная кровать. С левой стороны имеется зеркало, своя спецсистема, прикроватная тумбочка. Есть холодильник, перекатной столик, телевизор, место для хранения. Текстиль здесь новый. Это Ивановский, чтобы вам было комфортно, по-стандартам для вас все сделано. Имеется набор посуды. Место для хранения с дополнительными подушкой и одеялами и плечиками. Уборка в номерах идет по графику, либо, если вам надо, вешайте табличку, уберут его по требованию. Также имеется табличка «Не беспокоить». Курить в номерах запрещено. Санузел в этом номере выглядит вот так. Имеется унитаз, душевая зона, раковина, имеются мыльные принадлежности, а также зеркало. Стоимость этого номера в пик сезона будет 3500 за весь номер. Движение по этажам отеля происходит вот под такой лестницей. Она довольно-таки удобная с моим 47 размером ноги, передвигаясь нормально. На этажах ведется видеонаблюдение, а также соблюдена пожарная безопасность. Есть план здания, а также установлены огнетушители. Сейчас на втором этаже мы смотрим номер 203. Он называется «Стандарт Плюс». Здесь у нас имеется при входе место, куда повесить ваши вещи. Есть перекатной столик, двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки на стенах бра. Имеется место для хранения и раскладное кресло. Также есть холодильник, телевизор, сплит-система. Имеются дополнительные одеяла, плечики. Этот номер с ванной. Здесь довольно-таки большая ванна. Наборы полотенцев, унитаз. Есть, кстати, в сказанном номере аэрозоль. Мыльные принадлежности, зеркало. Стоимость этого номера в сезон также 3500 рублей. Второй этаж номер 204. Здесь особенность этого номера, что размещение до двух человек. Здесь раздельные кровати. Если надо, их можно при помощи топера сдвинуть и объединить. Две прикроватные тумбочки, место для хранения. С правой стороны при входе имеется зеркало и куда повесить верхнюю одежду. Телевизор, перекатной столик, холодильник. Сплит-система также присутствует. Санузел в этом номере выглядит вот так. Здесь душевая. Есть унитаз, раковина, зеркало и мыльные принадлежности. Это место для хранения. Стоимость этого номера в пик сезона также 3500. Второй этаж номер 205. Это номер люкс. Здесь размещение до четверых человек. С левой стороны при входе у нас куда повесить верхнюю одежду. Вход, санузел, зеркало. И смотрим на сам номер. Здесь большая двухспальная кровать. С правой стороны имеется место для хранения. Две прикроватные тумбочки. Два раскладывающихся кресла и столик между ними. Также есть телевизор, сплит-система и большое панорамное остекление. Будуарный столик, зеркало, чайная станция. Также свой холодильник. Дополнительное одеяло. Есть халаты и тапочки. В этом номере, помимо того, что как и во всех используется ивановский текстиль, также двухкамерные подушки. Здесь имеется душевая зона, унитаз, раковина, фен и зеркало. Стоимость этого номера в пиксе зона 5000 рублей. Еще один номер на втором этаже 201. Он категории семейный. С левой стороны при входе у нас имеется место куда повесить ваши вещи. Вход, санузел, зеркало. Здесь два раскладывающихся кресла и откатной столик. Далее идет изолированная комната, в которой могут разместиться взрослые с ребенком, либо отдельно от детей. Здесь двухспальная кровать, односпальная, две прикроватные тумбочки. Сам номер большой, 42 квадратных метра. Здесь имеется стол, чайник, холодильник, телевизор и большая спирт-система. Справа от входа есть место для хранения. Также дополнительные подушки и одеяло. Имеются плечики. Санузел. Здесь имеется унитаз, раковина, зеркало, фен и мыльные принадлежности. Душевая зона большая. Стоимость размещения в этом номере 5000 рублей до 5 человек в пик сезона. Мы сейчас находимся на мансардном этаже. Номер 401, номер категории семейный. Здесь размещение до 5 человек. Имеется по прямой двуспальная кровать, есть раскладывающиеся кресла и односпальная кровать. Номер очень большой, просторный. При входе с левой стороны имеется телевизор, место для хранения. Также стол с чайной станцией и холодильником. С правой стороны вы можете разместить верхнюю одежду и свою обувь. Имеется прикроватные тумбочки, откатной столик и еще одна тумбочка. Далее по номеру проходим. Здесь санузел с ванной. Санузел тоже большой, светлый, просторный. Есть раковина, зеркало, унитаз, мыльные принадлежности. И вот так выглядит сама ванная. Также имеется фен. Стоимость этого номера 5000 рублей в пик сезона. Это у нас тоже мансардный этаж. Мы сейчас посмотрим номер с балконом. Здесь имеется место для хранения, двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, перекатной столик, набор посуды, сплит-система, раскладывающиеся кресла. Также есть холодильник, телевизор. На территории всего отеля работает профессиональный Wi-Fi. Вход в санузел. В санузле с левой стороны большая душевая зона. Есть раковина, зеркало. Здесь находятся мыльные принадлежности. Также есть унитаз. Место для хранения здесь одеяло, подушки, плечики. Из этого номера мы выходим на балкон. Напротив нас находится вход в еще один номер. То есть здесь балкон на два номера. Приезжая большой компанией, вы можете снять их рядышком и пользоваться балконом вместе. Будет очень удобно и комфортно, и весело вам проживать вместе. Как бы и по отдельности, и на одном балконе будете встречаться. Здесь мы выходим. На балконе имеются стулья, стол и вид на нашу зелененькую, прекрасненькую Анапу. Здесь также мы можем разглядеть море и посмотреть, как выглядит улица Горького. Красота, да и только. Второй номер, он идентичен первому, только немножко другое расположение. Здесь кресло раскладывающее, холодильник, место для хранения, вход в санузел, двуспальная кровать. Здесь перекатной столик, телевизор, место куда повесить верхнюю одежду в двух экземплярах. И сплит-система с прикроватной тумбочкой, набором полотенцев. Подушки, дополнительные одеяла, плечики. Здесь имеется душевая зона, раковина, зеркало, унитаз. Ну и, собственно, выход на тот же самый балкон. Снять этот номер в пик сезона можно будет за 5000 рублей. Теперь от самого отеля мы отправляемся до моря. Как заявляют хозяева отеля, здесь 400 метров. Уйти здесь нам немножечко, поэтому сделаем это с вами очень быстро. Время у нас 10-11. Люди только просыпаются после бурной ночи и отправляются тоже к морю. Столовая буквально на днях это открылось. Но пока столики пустые, еще не активно, хотя в летний период времени она пользуется очень большой популярностью. Это улица Грибинская впереди нас, как я вам и сказал. Мороженое. Пять шариков за 100 рублей предлагают маникюры. То есть, как я говорил, здесь вообще такой вот прям центр-центр. Даже вот сейчас здесь шашлык жарит, здесь гироскинг, где вот же гирошаурму покушать. То есть, по прямой можно выйти на нашу театральную площадь, где очень хорошая зона отдыха тоже сделана у нас. Рядышком по прямой парк аттракционов. Потому что там два парка находятся. Прям максимально близко все и комфортно для вашего отдыха. Поэтому, друзья, сели и приезжаем, отдыхаем, наслаждаемся. Ну, дальше по прямой. Сюда мы зашли до одну минуту. С левой стороны у нас пока там идут работы масштабные по благоустройству. Здесь мы можем с правой стороны гулять свободно по этому бульварчику с красивыми розами. У нас тут уже работают экскурсионные точки. Аромат, конечно, от роз просто невероятно вкусный. Здесь у нас находится старейшее здание почты Анапы. Потихонечку откроются все торговые павильоны. Ну, как наша почта России в Анапе. Видите, саня с колоннами еще в греческом стиле. С левой стороны замок страха. Уже музычка играет. Значит, вас тут на движуху приглашают. Здесь столовая пока еще не зафункционировала. Но я думаю, в ближайшее время тоже все пооткрываются. Посмотрим, что нового здесь может появиться. Вот, допустим, мини-маркет кукуруза. По 100 рублей продается. Бузинчик. Здесь миги и пив-бар. Лав называется. Тоже ждут вас. Приходите к ним покушать обязательно. Здесь кольчики продают. Надо было свои, кстати, взять. Я что-то пока ходил по гостинице, забыл, что у нас сегодня солнечно светит. Солнышко. Температура воздуха меня радует. Она уже поднялась. Сейчас уже 20 градусов. Сегодня должно еще теплее быть. Здесь работает Бугер Кинг. Можно зайти что-нибудь перекусить. С другой стороны крокодиловая ферма работает. Также имеется и тут отдача торговой павильон. Ну, а здесь оно мороженое. И куча всяких разных торговых павильончиков, где предлагают одежду для вас, дорогие мои. Причем разную, разнообразную. Кстати, здесь пункты были туи, вырубили, посадили лиственные деревья. Они уже выросли. Скоро времени будет много тени от них. С левой стороны столовая пока еще закрыта. Ну, а здесь аптека. Музей восковых фигур открылся. И бон аппетит. Столовая заработала. Мы ее тестировали в прошлом году. Здесь мужики жарят шашлыки. Ну, и очень большая раздача. И уже можем увидеть первых постояльцев. Столовая очень хвалят. Так что можете приходить поесть. Еще раз говорю, я сам пробовал. Еда мне здесь очень понравилась. Дальше. От них же здесь находится узбекская кухня. И она работает уже тоже. Кстати, в узбекскую кухню я что-то так и не пришел. Думаю, надо будет тоже прийти попробовать. Как здесь. Вкусно, невкусно. Если вы что-то ели, обязательно пищите. Как вам? Так все выглядит, в принципе, тоже еще с ручком. И очень красиво и симпатично. Переходим дальше. А вот оно уже море. Четыре минуты, блин. Как-то слишком быстро, да? Даже устать не успели. Здесь еще у нас с левой стороны наш любимый аквапарк. Самый лучший в Анапе находится, потому что он самый большой. Количество горок там просто зашкаливает. Здесь стритфуд. Здесь с левой стороны веранда кафе называется. Такой отдых, которому будут завидовать все. То есть три секундочки, вы прийти на море, покупались. Один квартал, вы вернулись обратно. Ценник. Пишите сами. Дорого это, недорого. Будет интересно вас услышать. Здесь у нас парк Джузеппо. Чем еще хорошо отдыхать в центре Анапы? То, что очень много разнообразных здесь зон для отдыха. Абсолютно бесплатных. То есть вы пошли, посидели в парках, погуляли по скверам, на тот же самый пляж. И отдыхайте в полной мере. Здесь готовятся открытые фудкорты и столовая жемчужина. С правой стороны Хинкаль Эсбхали находятся. Они уже работают, причем давным-давно. И здесь столовая звездочка с правой стороны, которая работает вообще, по-моему, круглогодично, обслуживая гостей в зону отдыха. Ароматы шашлыка, конечно, будоражит аппетит, друзья. Здесь на качеле девушка раскатывается. Детский домик есть, который немножко подзавалился. Это называется зона отдыха. У нас есть скамеечки, на которых можно покачаться в летний период. Здесь еще люди лежат прямо на этих достачах. А по вечерам проходят киносеансы. Вся информация есть у нас в Телерраме. Подписывайтесь, будете в курсе. Также выигрывайте вино домашнее моего производства. Буду вам очень рад. Ну, либо 500 рублей на счет. И здравствуй, центральный пляж Анапы. Здесь у нас стоят лавочки с триколором Российской Федерации. А также у нас девочки на качельках качаются. Ай, прям красота. Чистое море в данный момент времени ждет вас, дорогие друзья. Ну что, как вам вид? Далеко ли до моря? Единственное, купающихся еще нет. У нас где-то к обеду море прерывается сейчас. Ну, в любом случае, уже довольно-таки комфортно и хорошо. Все, кстати, пляжи готовы. Смотрю, что везде уже есть фезлонги выставлены. Везде уже можно... А, кстати, женщина пошла купаться, отдыхать и загорать. Я что-то давно здесь не был. Сейчас стою, такой залипаю. Классно, красиво. Главное, такой мега-быстрый обзор получается. Идешь где-нибудь, других листах, там, получается. Сейчас до пляжа здесь, бац, и уши на море. Девчонки тут какое-то кино снимают. Сто процентов у них получится. Вот женщина искупалась. Ей можно даже понемножку завидовать. Но я так понимаю, что она давно купается. Загар у нее прям просто пушечка. Так, ладно, хватит, наверное, всех их смотреть. Ребят, номера, координаты. Все напрямую указано под видео в названии, адресах. Говорится, все явки и пароли. Приезжайте, пользуйтесь и отдыхайте. Анапа любит вас, ждет. Вот, дай бог, чтобы у нас все лето были такие чистые пляжи, море. И вы были бы рады этому. Уверен на все, 200%. С вами был Юрий Азаровский. Всем привет, Черноморский. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, делитесь. Ждем вас везде во всех соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok.